Так вот, если ты полон света, и нет ничего в тебе темного, вот это цель нашей христианской жизни, изо дня в день, чтобы мы были зрячими, мы видели, даже когда видеть невыгодно. Потому что в этом мире очень часто выгоднее быть слепым. Выгоднее. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. И проще так жить. Но если ты полон света, 36 стих, и нет ничего в тебе темного, ты будешь весь светиться, как если бы озарял тебя своим сиянием светильник. Мы часто говорим, Бог есть свет. Важно не забывать слова Христа, что вы свет миру. Да, Иисус это свет, мы говорим, о, ты свет, нет в тебе неправды, Бог есть свет, и нет в нем тьмы, слава Господу. А что насчет тебя? А что насчет нашей жизни? Потому что Бог есть свет. Мы на это никак не можем повлиять, слава тебе, Господи. Но ты, являешься ли ты светом, вот на это ты можешь повлиять. Поэтому важно не только славить всемогущего Господа, но еще чтобы этот всемогущий Господь, который есть свет, работал в твоей жизни. Даже когда не хочется видеть, даже когда выгоднее быть серым, даже когда ты изживешь в этом мире теней, и если ты будешь светлым, ты там будешь просто белая ворона, как в знаменитом мультике Гарри Бардина. Ты будешь просто вызывать недоумение. Поэтому лучше, знаешь, с волками жить, тенью быть. Вот ходить таким, как все, не выделяться. Самое безопасное. Но Бог призывает нас, чтобы мы были словно освещены сиянием светильника. Мы призваны быть светом. Это наша задача, быть церковью, которая является светом. А свет как раз нужен, когда темно. Мы не включаем, как правило, лампочки в комнате днем, да? Если только день уж очень серый. Мы их включаем вечером. Чем темнее, тем нужнее свет. Хотя чем темнее, тем свет более явный. Поэтому опасно быть светом. Ведь Иисус сказал, те, кто живут во тьме, они ненавидят свет. И ты понимаешь, если ты во тьме будешь светом, ты будешь являться объектом ненависти. Как объектом ненависти были пророки. Как объектом ненависти был Иисус. Как объектом ненависти были апостолы. Как объектом ненависти были все люди Божьи в истории церкви. Янгус и прочие, прочие, прочие. И многие из них кончили трагически. Их убили. Их сжигали. Но они выбрали быть светом. И дальше, смотрите, Иисус говорит, 37 стих. Когда Иисус кончил говорить, один фарисей пригласил его к себе на обед. Иисус вошел в дом и сел за стол. А фарисей, увидев, что Иисус не омылся пред едой, был очень удивлен. Но Господь сказал ему, вот ты, фарисей, вот вы, фарисеи, и хотя и чистите снаружи чашу и блюдо, но внутри полны жадности и злобы. И Иисус показал, в чем суть веры. Это не просто сделать правильные обряды, так достойно как-то внешне выглядеть, казаться таким религиозным, очень набожным. Иисус говорит, да нет, настоящий свет, то, что внутри, вот это та чистота, которая необходима. А фарисейство, почему он предупреждал всех своих учеников, берегите закваски фарисейской, это не думать о том, что внутри, лишь бы внешне выглядеть достойно. Лишь бы внешне выглядеть достойно. И тогда это выдуманная вера, и у таких людей выдуманный Бог, и выдуманный Иисус, таких тоже полно выдуманных Иисусов. Помните, однажды был такой случай, с учениками Христа они плыли, была буря, и вдруг видят, Иисус идет к ним по воде. Помните, что с ними произошло с учениками, а? Они испугались. Они испугались его сильнее, чем бури. Почему? Потому что подумали, что это кто? Призрак. Они подумали, что призрак. Интересно, в греческом языке, вот это слово, которое у нас здесь предъявлено как призвак, звучит фантасма. Фантасма означает фантазия от этого, фантастика от этого. Так вот, в греческом языке фантасма, это только одно вот место, где это слово употреблено, да, у Марка, у Матфея, когда вот говорится о призраке, как восприняли ученики Иисуса. Так вот, фантасма – призрак, сновидение, отражение, воображение. Да? Призрак Иисуса. Отражение Иисуса. Воображаемый Иисус. Я скажу вам, в современном мире есть огромное количество людей, которые верят вот в это отражение Иисуса. В тень от Иисуса больше они верят даже. В выдуманного Иисуса, придуманного. Потому что, по сути, Иисус пришел, и он не лицемерил. Он не пытался казаться таким особенным ни перед Иродом, ни перед Пилатом. Он говорил правду и был казнен, как государственный преступник. И потом прошло время. И знаете, как живых-то пророков не любят, а мертвых на знамена поднимают. И так же со Христом поступили. Подняли его на знамя. Всевозможные тираны, всевозможные убийцы, всевозможные маньяки. Организовывали крестовые походы. И во имя этого Иисуса головы резали. Думаешь, вы что? Вы Евангелие не читали? Это же вообще противоречит тому, что написано в Библии, в Новом Завете. Вы что читаете про Иисуса? А у них свой Иисус. Призрак. Тень такая у них. Отражение его. Придуманное имя. Воображаемое имя. И такого Иисуса во имя его и убивать можно, и насиловать можно, и грабить можно, и на пряжках писать с нами Бог, и идти, и уничтожать других. Ты думаешь, какая связь между этими ордами убийц и Христом, который вообще как раз все, что делал, это обличал подобные дела, подобных правителей, подобных фюреров, подобных тиранов, всю свою жизнь он обличал, он показывал. Ну, они никогда и не знали Иисуса. Для них это призрак. Вот больше призрак. Вот в него они верят. И вот за этим призраком они с удовольствием, с удовольствием следуют. И у них там своя жизнь духовная, свой придуманный Иисус, свои праздники всевозможные, да, вот эти все праздники, да. И они спорят, очень любят, потому что у них главные какие-то споры, а как надо праздновать, а когда, а почему вы седьмого, а не двадцать пятого, почему вы двадцать пятого, а не седьмого, а почему вообще вы Рождество празднуете, где в Библии такое. Им кажется, что так глубоко это все. Так важно вот это все. То есть они, понимаете, вместо того, чтобы сражаться с тенью, они служат тени, а придумывают себе проблемы. И с ними, с этими выдуманными проблемами, сражаются. Поэтому апостол Павел и пишет, смотрите, в послании к Колосинам, вторая голова, 16 стих. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрым, служением ангелов, торгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которого все тело, составами и связями, будучи соединяемое и скрепляемое, растет возрастом Божьим». И посмотрите, он показал, что цель вообще, не то, что какой праздник правильный, а какой неправильный, да не имеет значения. Кто ест, не осуждай того, кто не ест. Кто празднует, не осуждай того, кто не празднует. Кто не празднует, не осуждай того, кто празднует. Потому что все это лишь тень, это споры вокруг тени. Мы пытаемся тень улучшить. Вот какая тень правильная? Вот какая тень верная? Вот такая тень? Нет, это неправильная тень. Вот такая тень правильная. Тень есть тень. Цель всего этих всех праздников, что мы читаем в Ветхом Завете, два вообще всего закона. Написано, закон в послании у апостола – это тень будущих благ. Цель тени – привести нас к телу, ко Христу. Вот наша цель, чтобы познать Бога живого и истинного, держаться нашего головы. А голова – это кто? Христос. Вот она. Это не споры о законе, не споры о праздниках, а познание Господа, познание Иисуса Христа. Вот в чем задача. Вот в чем. И чтобы духом наполняться и побеждать эти черные, которые у каждого из нас есть, эти стороны, которые пытаются проснуться, пытаются как-то взять свое, но мы не должны давать им. Аминь?